Приветствую вас. Пожалуй, моя позиция будет немножко отличаться от позиции коллег. По крайней мере, тех коллег, которые дали вам свои ответы в данной теме. Вот, потому что не вступая с ними в спор, в дискуссию, и не пытаясь доказать тот факт, что они не правы, потому что они правы. Ну вот, я бы все-таки хотел указать на некоторые, на мой взгляд, важные моменты в вашей истории, в вашем вопросе, который вы задаете. Потому что, мне кажется, что это достаточно лад. Видите ли, идея требований, как таковых, в общем-то, кажется мне хорошим. То есть, мне кажется хорошим, когда человек действительно требователен к своим друзьям. Мне кажется, что хорошо, когда человек действительно сознательно подходит к вопросу того, с кем он будет дружить. Вот, но мне кажется важным, чтобы человек, в том числе и сам, понимал, какие требования он выдвигает по, ну, к людям. То есть, какие у него требования к людям. Что он хочет конкретно от людей, человек. То есть, что он хочет, например, конкретно от своих друзей, допустим. Что ему нужно конкретно от своих друзей. Чего он от них ждет, например, от своих друзей. Вот это, мне кажется, очень важно. А почему? Почему важно? Важно? По какой причине важно? Значит. Ну, во-первых. Значит. Требование к друзьям может быть, на самом деле, всего лишь одно. Требование к друзьям может быть всего лишь одно. Это требование не вредит вам. То есть, это вот, пожалуй, такое единственное требование, которое может быть адекватно. Вот. То есть, если друзья такие, что они вредят вам, плохо относятся к вам, к вам вредят, используют. Ну, короче говоря, вы испытываете негатив. Вот. То это неприемлемо. Вот. Если люди проявляют к вам отношения, которые для вас также являются неприемлемыми. Ну, просто вот, скажем так, силу ряда причин, да, например. Например, сил того, что вы считаете такое отношение к себе, ну, просто неприемлемым. То это тоже, в общем-то, является блокирующим фактором при взаимодействии с друзьями. То есть, при взаимодействии с друзьями нельзя допускать, чтобы люди обращались с вами так, как вам этого не хочется. Так, как вам не нравится. Вот. Так, как вы считаете для себя недопустимым. Вот. Так, как вы считаете недостойным. Вот. И, соответственно, дружить с такими людьми, ну, нельзя. Дружить с такими людьми нельзя. Безусловно. Ну, потому что у вас, по сути, да, по факту у вас просто-напросто ничего не получится. Вот. Ну, с такими людьми. Вот. А, все, в принципе, больше никаких требований, по моему мнению, к людям быть не может. От слова вообще, к друзьям. Больше никаких требований к друзьям быть не может. Если вы требуете от людей, там, какого-то отношения, значит, какого-то взаимодействия с вами, с чего-то еще, вот, то я боюсь, что это не совсем, ну, скажем так, не совсем дружба. Дружба. Это, мне кажется, уже что-то, что-то другое. Вот. Ну, идут уже, безусловно, вам решать, хотите ли вы в таких отношениях или хотите вы чего-то другого, да, это уже исключительно вам решать. То есть, здесь, понятное дело, что за вас решать никто не может и, собственно говоря, не должен. Вот. Потому что, потому что, потому что, потому что, друзья это люди, которые, которые не всегда отвечают вашим представлениям о том, какие они должны быть. Вот, друзья, это не всегда люди, которые могут быть теми, с кем вы хотели бы их видеть. Вот. Вот. Ну, человек, который хочет быть для вас другом, вот, он всегда будет относиться к вам позитивно, по-доброму, он всегда будет относиться к вам достойно. То есть, этот человек, человек никогда вас не будет обесценивать, человек никогда не будет вам вредить, вот, и так далее. Вот. Ну, понятное дело, что исключение составляет историях, когда просто грубый человек, да, ну, он, как бы, по-другому не умеет просто, вот. И, соответственно, он, вот, как, он ведет себя, да, там, например, ну, со всеми людьми, да, он так ведет себя и с вами. Вот. Может, можно ли его за это обвинять? Ну, это уже, каждый решает, прям для себя. Вот. То есть, иными словами, иными словами, если, если вы хотите, действительно, чтобы у вас были друзья, да, если вы хотите, чтобы у вас были друзья, вот. Вот. То, соответственно, нужно, чтобы вы не предъявляли к ним требования, а, таких, скажем, завышенных, завышенных, завышенных. Вот. Чтобы, если это и были требования, то, чтобы они были адекватными. Чтобы люди могли их без вреда для себя исполнить, реализовать и так далее. Вот. Это очень-очень важно. Я, конечно, не гадалка, да, я, безусловно, не гадалка. Вот. И не могу ошибаться, вот, в своей позиции. Но что-то мне подсказывает, что у вас есть определенные проблемы с выстраиванием дружеских связей с людьми. То есть, либо здесь, ну, не получается отношения выстраивать, в принципе. Вот. Либо история такая, что люди слишком много и часто вами пользуются. Вот. Если я прав, то вам нужно, естественно, свое поведение корректировать. Вот. Потому что, может, по-другому люди не поменяются, да, то есть, по-другому. Ваша уже, собственно, именно ваша жизнь, она не изменится, она не станет иной. Ну, вот. А если вы не измените свое поведение. Ну, вот. Ну, и требования к другим людям, да, ну, никак нельзя, нельзя назвать чем-то таким адекватным в плане изменения поведения, да. Потому что, что требовать это означает, ну, когда вы требует это означает, что вы обращаетесь, по сути, во вне. Вот. Это именно обращение во вне. Это не к себе обращение, да, вот, не к тому, что касается вас. А это именно обращение к тому, что, собственно говоря, происходит, ну, во вне. Вот. И я не думаю, что это, то, что, вообще, может послужить вам хорошую службу. Вот, даже не только вам, а вообще, как бы, кому, кому угодно. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вам обратить внимание именно на данный факт. Вот. И в первую очередь все-таки подумать о том, чего хотите вы. То есть, что нужно вам. А дальше уже можно будет о чем-то говорить. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.